Всем привет! Меня зовут София Белова и сегодня я с вами и расскажу, как мы используем масло, эфирное масло ладана наружно. Первый способ, который у нас самый простой и самый понятный нам, это масло ладана. Открываем и капаем себе на ладошки. Растерли, ладошки у нас уже впитали запах, можем понюхать. Еще одно прекрасное средство, оно такое ароматическое, наружное. Эти ладошки подносим к глазам и дышим, и как будто бы дышим слизистыми оболочками глаз. Во-первых, это улучшает зрение, во-вторых, это может помочь, когда у вас есть какие-то воспалительные заболевания, например, конъюнктивит. Вот, это помощь глазкам. Что мы еще можем сделать? Масло ладана – прекрасное косметическое средство. Используйте возможность именно ладана, поскольку ладан прекрасно доносит в клетки кислород для своей кожи и для своих волос. Подробнее об этом расскажет Наташа Будковская. И я еще добавлю, что ладан я добавляю и в кремы натуральные, и в натуральные шампуни для своих волос. Пока мне нечего переживать. Все прекрасно в состоянии. Вот, что еще? Еще ладан очень часто используется в регенеративных целях. Когда у нас, например, возникает какой-то прыщик маленький или маленькая ранка, мы можем чистым маслом ладан прям так тык и упадать. Но, если мы используем, допустим, это в длительных каких-то процедурах, например, какая-то рана длительная, там, постоперационная, которая требует времени и заживления, то нужно развести ладан с каким-то, с какой-то базой. Можно использовать готовые ролики ладана для этого, и это очень удобно, потому что тут уже париться не надо и разводить что-то. Можно сделать самим. И в рецепты для кожи тоже будут в маленьких информативных картинках у вас в чате. Можно использовать для такого, как бы сделать вот такой вот ролик, можно сделать самим. Вы покупаете пустой пузырек, весь миллилитров, например, с роликовым наконечником. И сюда капаете 20 капель масла ладана, и остальные 10 миллилитров доливаете базовым растительным маслом. Я люблю использовать масло жажаба. Оно не имеет запаха, и оно прекрасно впитывается в кожу. Если у кого-то есть масло дотера, фракционированное кокосовое масло, тоже прекрасный вариант. С этим маслом в основном и разводятся вот наши готовые смеси, что вам очень рекомендую. С этим же маслом разводятся некоторые смеси, которые используют в составе ладан. Но про них я обязательно расскажу подробнее чуть позже. Что еще? Ладан это прекрасная вещь, когда нам нужно его использовать. Поэтому, если вдруг ранки, мы наносим это длительно, и разведение должно быть максимально большим. Потому что точечно и очень чистым, интенсивным мы можем сделать вред коже. Если мы говорим про ладан как противовоспалительное средство, то ладан прекрасно в наружном нанесении, например, при кашле. Мы можем использовать его, мы тоже делаем как бы, наносим базовое масло. То есть можно просто вот в ручке взять базовое масло, 10 капелек, добавить ладан, 1 капелька. Добавить, например, лимон или масло хвойных. И натереть вот передняя поверхность груди, верхняя, да, задняя, верхняя половина спины. То есть проекции легких, для того, чтобы избавиться от кашля. Если мы говорим о какой-то простуде или гриппе, когда нужна более такая интенсивная помощь, то я, например, люблю использовать масло ладан вот в таких капельницах. Простудную бомбу я делаю именно в нем. Мне так удобно. Но можно делать в ролике. И здесь такая крошечная капельница. Вот я в ней, у меня даже написано, по-моему, простудная бомба. А вот рецепт тоже у вас будет в графиках. Развожу, как мне надо. И использую это. Наношу вот из этой уже смеси. Развожу по позвоночнику и на стопы. Позвоночник и стопы. Каждые три часа и человек будет здоров. Есть варианты простудной бомбы, когда есть температура. Есть просто иммунная бомба, когда температуры нет. Но все-таки нам нужно что-то поднять. Еще ладан используется во всех протоколах симфонии клеток. Но об этом будет отдельная история. И вы ее услышите. Либо до, либо после меня. Не знаю, какой день. Еще при головной боли. Капля ладана и виски. Шейно-воротниковая зона. То есть по проекции позвоночника. Линия роста волос. Шишки вот здесь вот на голове. То есть массаж головы. Можно там подышать. Можно как угодно. То есть ладан тоже способен снять некоторые виды головной боли. Если у нас еще есть менструации болезненные и очень с сильными спазмами и очень обильные. Тоже ролик ладана крайне советую. Наравне с другими как бы средствами. Он тоже очень хороший. Он способен снять вот эту вот обильность месячных. Убрать ее немножко и помочь снять спазмы. И более комфортно пережить это время. Вот используйте ладан во всех его возможных всевозможных видах для помощи себе, вашей семье, вашему дому.